Теперь об особенностях национального бизнеса. Только за первую половину этого года обанкротилось 7 тысяч российских компаний. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Почему они вынуждены закрываться? Вот мой коллега Дмитрий Тарасов пообщался с бизнесменами и узнал, как можно избежать банкротства. В прошлом году в России обанкротились 13,5 тысяч компаний. Почти столько же закрылись в кризисном 2009-м. Сами бизнесмены жалуются на нестабильную экономику, снижение покупательской способности населения и гнет контролирующих органов. Но эти проблемы далеко не единственные. Часто фирмы разваливаются из-за отсутствия выстроенных бизнес-процессов и слабого менеджмента. Конечно, супер, когда причины лежат в вас. Не в экономической ситуации, не в нем плохом, а в вас. Вы это можете поправить, других вы не можете поправить. Даже с востребованным продуктом, но без четкой структуры управления, компании обречены на провал, считают предприниматели. Особенно в условиях кризиса. В тот момент, когда вы не понимаете, кто за что отвечает, начинается катастрофа у вас, а не у ответственных, которых вы якобы назначили. Вы свои ожидания не оправдываете, начинаются конфликты, перестаете получать результат, компания перестает расти, и вы возвращаетесь к первому варианту, перестойки в матричную структуру, компания закрывается. Но вряд ли структура управления будет жизнеспособной, если работники не заинтересованы в результате. Как доказали ученые из университета Варвика, лояльные сотрудники на 12% продуктивнее своих недовольных коллег. Работники, преданные компании, не всегда получают самую высокую зарплату, зато уверены в потенциале развития проекта и готовы в него вкладываться. Часто приводят Google, YouTube и так далее. У них типа крутые офисы. Вот они как раз таки рассчитаны не на деньги, а на то, чтобы людям было комфортно. И когда вы людям создаете в офисе комфорт, вы очень быстро можете поставить вертикальную структуру менеджмента, потому что люди будут понимать, чего вы от них хотите, вы дали им все, что они просили, и вы можете от них это требовать. Повышение налогов, волатильный рубль и ожидание новых санкций – все это не делают ведение бизнеса в России проще. Выдержать такое давление могут только крепкие компании с грамотным менеджментом и лояльными сотрудниками. Санкт-Петербург.